Владение недвижимостью всегда сопряжено с определенными рисками и неожиданностями. Как показывает история одного хозяина квартиры из Таллина, аренда жилья может преподнести массу сюрпризов. Давайте погрузимся в эту увлекательную и поучительную историю. Александр, владелец небольшой двухкомнатной квартиры в центре Таллина, решил сдавать свое жилье в аренду. На первый взгляд, его квартиросъемщики, молодая пара Максим и Анна, казались идеальными кандидатами. Александр осмотрел их документы, проверил рекомендации от предыдущих арендодателей и был уверен, что нашел надежных жильцов. Первую встречу с владельцем Максим и Анна провели спокойно и уверенно. Они рассказали о своей работе, Максим трудился программистом в IT-компании, а Анна была фрилансером-дизайнером. Им нужно было жилье на долгосрочный период, что устраивало Александра. Первое время все шло гладко, арендная плата поступала вовремя, квартира содержалась в порядке, соседи не жаловались на шум. Однако через пару месяцев Александр начал замечать странные вещи. Во время редких визитов он заметил количество обуви у входа, а явно больше, чем на двоих человек. Однажды Александр решил провести экстренный осмотр квартиры под предлогом проверки исправности бытовой техники. Когда он вошел внутрь, его ожидала шокирующая картина. Вместо двух человек в жилом помещении оказались семеро. Максим встретил его с улыбкой и объяснил ситуацию. Они действительно сняли квартиру вдвоем с Анной, но вскоре к ним присоединились общие друзья и знакомые из Белоруссии и Молдавии, некоторые из них временно остались без жилья из-за сложности с оформлением документов. Александр был ошарашен таким количеством людей в его двухкомнатной квартире. Кровать занимали два человека, трое спали на полу на матрасах, еще двое разместились на диване и раскладных креслах. Такое количество жильцов неизбежно привело к ускоренному износу квартиры. Полы начали скрипеть от постоянного хождения большого количества людей, сантехника стала часто выходить из строя из-за повышенной нагрузки. Мебель тоже пострадала, диван потерял форму от постоянного использования как кровати. Соседи стали жаловаться Александру на шумные посиделки до поздней ночи, что также стало причиной их недовольства. Александр собрался с мыслями и решил обсудить сложившуюся ситуацию с Максимом и Анной. Он объяснил им все последствия их действий как для него лично, так и для недвижимости. Также он подчеркнул важность соблюдения условий договора аренды. Максим предложил компромиссное решение, они готовы были снять еще одну квартиру для своих друзей или уйти всем вместе в другой район города. После долгих переговоров Александр согласился позволить им остаться до конца месяца при условии строгого соблюдения правил проживания и соблюдения тишины после 22 часов. Эта история стала важным уроком для Александра как владельца недвижимости. Тщательная проверка арендаторов, даже если кандидаты кажутся идеальными на первый взгляд, важно быть готовым к неожиданностям. Регулярные проверки, периодические визиты помогут вовремя выявить проблемы. Ясные условия договора, важно прописывать максимальное количество жильцов в договоре аренды. Гибкость и способность к переговорам, иногда компромиссное решение может быть лучшим выходом из сложной ситуации. Теперь Александр гораздо внимательнее относится к выбору новых квартиросъемщиков и всегда держит связь со своими, нынешними арендаторами. Эта история, лишь одна из тех множества неожиданных ситуаций, которые могут произойти при сдаче жилья в аренду. Но она также показывает важность взаимодействия между арендодателем и арендатором для поиска решений даже самых сложных проблем.